Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно выступать после психолога. Самоуверен. На самом деле я хочу поблагодарить организаторов за данную возможность выступить на данном мероприятии. Я хочу сказать, что вы делаете очень полезную и эффективную плодотворную работу, которая достаточно эффективно сплачивает тренеров, специалистов. Это очень важно, когда можно пообщаться, обменяться мнениями и прийти к чему-то новому. Я бы хотел поделиться с вами результатом нашего исследования, которое все еще... Да, я еще не переключал. Ближе к микрофону, Андрей Петрович, пожалуйста. Я просто высокий, микрофон низкий. Поделиться хотел с вами результатами нашего исследования, которое все еще проходит. Мы сейчас на первом этапе его. Оно состоит из трех блоков. Первый блок – это оценка скоростасиловых способностей квалифицированных хоккеистов на примере вертикального ускорения. Второй блок нашей исследования – это тоже оценка скоростасиловых способностей, но уже на основе горизонтального ускорения. Третий блок исследования – это перенос имеющихся данных на специфику вида спорта. Цель первого нашего блока исследования состоит в оценке скоростасиловых способностей квалифицированных хоккеистов из разных исходных положений на примере прыжка вверх. Это маркерами исходного положения, которые являются разные углы в колено-суставе. То есть хоккеист выполняет прыжок, в нашем исследовании выполнял прыжок из разного угла в колено-суставе – 90, 100 градусов, 80 градусов и так далее. Далее я раскрою более поподробнее это. В нашем исследовании приняло на данный момент 15 хоккеистов. Это мастера спорта, кандидаты мастера спорта, также первый разряд они имеют. Это 6 нападающих, 6 защитников и 3 вратаря. На данном слайде можете видеть средства, которые мы применяли при реализации нашего первого блока. Это гониометр для определения градуса сустава, а именно коленом. Датчик вертикального ускорения под названием BIST, который считает скорость в метрах в секунду. А также видеосъемка с помощью смартфона по фронтальной и сагитальной оси, то есть боком и передом. Здесь на данном слайде вы можете, сейчас видео включу, увидеть пример использования датчика ускорения. Я включу. Хорошо. Под названием BIST. Давайте. То есть спортсмен цепляет датчик за пояс, выполняет прыжок, данные переносятся на носитель, либо смартфон, либо планшет, и специалисты делают соответствующие выводы. На первом этапе мы создали протокол. Здесь вы можете видеть на данном слайде, это шапка протокола. Здесь мы учитываем вес-ростовые характеристики, амплуа, травмы, болезни, нагрузки, до тестирования, время тестирования, другое. Все это делается для более достоверных данных. Это действительные результаты одного из испытуемых, конечно, фамилию здесь поменяли. На данном слайде вы можете видеть именно основную часть нашего протокола. В основную часть протокола вносятся данные оценки скорост силовых способностей, плюфицированных хоккеистов на примере прыжка вверх из разных углов в коленном суставе. Каждый угол спортсмен выполнял по примерно 2-3 раза. Между этими повторениями присутствовали паузы отдыха 3-6 минут для практически полного восстановления. При этом мы понимаем, что прыжок не только рассматривается через коленный сустав, но именно в этом исследовании мы решили обратить свое внимание именно на коленный сустав, так как все приседания, прыжки больше рассматриваются именно через призму коленного сустава, и многие специалисты именно обращают на него внимание. Также вы можете видеть на данном слайде, в зеленом цветном отмечен тот угол, который показал у хоккеиста наиболее эффективный прыжок, это 100 градусов. Это является его наиболее эффективным результатом. Также мы еще будем использовать биомеханический анализ с помощью видеосъемки, которую мы проделывали и программы Киновея, и выявим углы не только в коленном суставе, но еще и тазобедренный и голеностопный сустав. Рассмотрим на примере реализацию нашего исследования. Спортсмен в начале исследования принимал удобное для себя исходное положение, то есть мы даже просили пару раз прыгнуть, чтобы он почувствовал, какое исходное положение для него наиболее удобно. Потом мы эти данные записывали в протокол, и после недлительной паузы переходили непосредственно уже на основную часть. В основной части спортсмен принимал уже определенное исходное положение, которое мы регулировали уже с помощью гониометра, который определял угол коленов сустава. То есть на примере данного видео вы можете видеть, что это 100 градусов. Это то, что я говорил, наиболее эффективный результат. Датчик BIS считывал данные вертикального ускорения, которые мы вносили уже в протокол. Но ни для кого не секрет, что скоростные силовые способности являются одними из важных качеств для ведения успешной соревновательной деятельности хоккеиста. При этом наше исследование стоит не в предложении, как развивать скоростные силовые качества. Мы говорим именно о том, каким рациональным способом их наиболее эффективно реализовывать, то есть с точки зрения биомеханики. Если спортсмен не может нерационально использовать свои технические приемы, то его скоростные силовые качества и не только не реализуются наилучшим образом. То есть мы это должны понимать. И при этом мы выявили, что не все спортсмены умеют сознательно выполнять движения, в которых в наибольшей степени проявляются их скоростные силовые способности. То есть мы здесь я представил данные одного из испытуемых. Все остальные данные мы представим в статье, которую мы опубликуем, я думаю, летом. Что мы можем видеть? Удобный угол для прыжка у спортсмена 115 градусов. Но исходя из проделанного нами алгоритма, протокола, мы выявили, что у него наиболее эффективный градус коленостая – это 100 градусов. Возможно, разбежка, вы можете сказать, небольшая, но если мы говорим про квалифицированных спортсменов, то там спортсмены должны реализовывать все свои потенциалы наилучшим образом. Поэтому это достаточно большой диапазон. При этом мы не нашли информации, где оценивают именно коленный сустав. Имеются рекомендации, что нужно примерно на 90 градусов сесть, что нужно следить за положением таза, спины и так далее. Но никто не говорит про конкретные углы. И в данном случае мы в этом видим в первую очередь методический ресурс управления эффективностью прыжка. То есть вот сейчас как раз на мастер-классах очень подробно Виталий Викторович Роговцев и Сергей Валентинович Акимович говорили про то, что предлагали алгоритмы прыжков. И вот данное, с нашей точки зрения, данное исследование помогает быть такой вот деталью для того, чтобы успешно реализовывать эту тренировку, исходя из прыжков. Чтобы развивать свои скоростные способности наиболее рациональным образом. Так, например, те тренеры, которые используют прыжок вверх для тренировки взрывной силы, они могут использовать это знание для повышения эффективности этого прыжка. При этом в последующем блоке исследования мы можем учитывать это как раз в горизонтальных ускорениях. То есть уже мы, когда второй блок перейдем, тоже будет горизонтальное ускорение. Там тоже будут спортсмены выполнять бег вперед из разного старта, исходного положения. Дальше мы переносим эти навыки, не навыки, а эти данные на специфику видоспорта. Переходим на лед и смотрим, что там. Ну, на этом у меня все. Я бы хотел бы, если у вас есть вопросы, потому что мы сейчас, на данный момент, мы еще в ходе реализации нашего исследования, может быть, есть какие-то предложения, либо рекомендации, замечания, был бы рад пообщаться. Андрей Петрович, вчера был доклад про трехфазный тренинг, и там рассказывали, что при уступающем движении и резком отталкивающем намного сильнее, можно сказать так, выходит толчок. А у вас, я так понимаю, со статического положения? Изометрически, да. Хорошо. Еще такой вопрос. Когда он искал удобный угол для себя, когда вы давали ему вначале попробовать, он тоже со статического прыгал или он сначала делал уступающее движение? Да, тоже со статического, изометрически. А почему вы выбрали именно с этого положения, со статического, а не в динамике? Исходя из наших возможностей, то есть агониометр мы использовали. И это первое. Ну, даже я бы сказал, это не самое важное. А самое важное то, что хоккейная стойка, например, мы вообще все это исследование, оно происходит вокруг именно основной стойки хоккеиста. Основная стойка хоккеиста при вбрасывании, она начинается с статического положения. То есть мы стоим на вбрасывании, основной стойки хоккеиста, только потом выполняем старт. Это даже больше самое важное. Я понял, спасибо большое за ответ. Очень хороший доклад, спасибо огромное. Вы хорошая такую тема, потому что в хоккее часто говорят, давайте приседать с полуприседа, не надо с полного там, ну и так далее. Такие давно идут разговоры, я уже даже не знаю. Хорошо, что вы этого сделали. Посмотрите, вот основная стойка хоккеиста, какие там градусы? Вот мы, кстати, тоже, я не представил на данном слайде, мы измеряли основную стойку. И, кстати, самое интересное, что у защитников она повыше, чем у нападающих. Это примерно 110-120 градусов. Колено-состав? Да, колено-состав. Причем, как правило, это мы говорим про квалифицированных спортсменов. Это, значит, самое удобное, как отметил ваш подопечный, да? Да. Да, да, да. А максимальный прыжок получается у вас соточка. Ну, другой градус там, да. Так, может быть, нам же надо максимально оттолкнуть. Вот, да, да, да. Теперь надо как-то, ребят, немножко, градус не 110, а... Мы говорим... Вот как ваше мнение? Да, да, да. Мы же должны что-то принять. Но это же исследование только пока на Земле, а на льду, может, другой угол. Там много всяких нюансов, а там антропометрия, у тебя рост 2-10, а у меня рост метр с 60. И такие играют в хоккей, и такие как. У тебя ноги длинные, у меня короткие. Я вот такой вот, у меня такая спина, да, и вот такие ноги. А у них, ты, у нас есть вот такие вот, понятно, все время. Мы не у нас. Индиидуальный фактор, конечно. И у нас так, а у нас все наоборот. Понимаете? Здесь много всяких нюансов. Да, безусловно, мы не должны забывать про... Что-то мы все сможем тренировку. А насчет вот этих на 7 секунд, это, знаете, там получается, что как бы скоростно-силовые качества проявляются, понимаете, в общем дело. Он не говорил, что максимальное выталкивание, вот это, он все может быть, да, да, да. Как для тренировки, лучше вот так. Но существует еще 120 таких подобных методов. Если вы вычитали что-то в интернете, это очень хорошо. Но вы можете еще сотни вычитать, которые, говорит, будут не 7 секунд, а 6 секунд или 12 секунд. Но возникает вопрос, почему? Я могу предложить способ реализации данного исследования. То есть мы говорим про квалифицированных спортсменов. А я предлагаю это использовать непосредственно, когда еще навык не сформировался, именно в детском спорте. Потому что мы понимаем, что уже у квалифицированных спортсменов у них динамический стереотип сформировался. Это тяжело уже разорвать. И, да. Одна секундача. У вас только на картинке квалифицированные спортсмены были. У вас перворазрядники, да? Или ниже. Знаете, насколько они квалифицированы? Да, я понимаю. Ну, мы говорим про взрослых. И мы, безусловно, не должны забывать про биомеханику движения. То есть прыжок вверх и передвижение на коньках – это разные с точки зрения биомеханики движения. Поэтому мы и говорим, что это не полностью исследование. Все, мы перейдем еще на лед. Вот мы сначала посмотрим в нель, да? Что сейчас? Да, да. Посмотрим корреляцию. Будем следить, обязательно делать это. Хочу отметить, что большую поддержку со стороны Федерации хоккея Антона Николаевича в обеспечении возможности проведения исследований, а также нашего университета при предоставлении места, где это провести можно. Разные возрасты, разные квалификации, разная антропометрия у людей. Это очень интересно. Это надо делать, да? Мы ждем. Андрей Петрович, у меня такой вопрос. Вы говорили, что вы исследовали нападающих, защитников и трех вратарей. И трех вратарей, да. Да, а насколько я, конечно, не психолог, я не тренер по хоккею, а насколько важно ускорение у вратаря? Вот опять же мы говорим про бимеханику, да? У него больше важны скоростесиловые способности непосредственно в боковых передвижениях. То есть, общаясь с квалифицированными тренерами, мы сейчас проводим, кстати, анкетирование, будем проводить исследования по миографии, смотреть их движения непосредственно на льду, и мышцы включаются и так далее. Исходя из этого, можно, кстати, два исследования соединить, и получится. У нас достаточно интересные объективные данные, которые помогут тренерам. Итак, у меня еще один будет вопрос. Скажите, а что вам осталось завершить в вашем исследовании, для завершения исследования? Что осталось? Наше исследование проходит примерно месяц. Первый блок мы практически уже реализовали, практически уже сделали, и перейдем на второй и третий блок. Летом, мне кажется, будет это более быстрее все. А третий блок, что в нем будет? Третий блок, это непосредственно на льду мы выполним такие же, ну, я пока еще не буду раскрывать, посмотрим, как это все. Спасибо большое, успехов вам. Планирование будет. Коллеги, еще, пожалуйста. Можно вопрос? Расскажите, пожалуйста, какими программами, информационными технологиями вы пользовались при определении суставных углов спортсмена и суставных звеньев? И определяли ли взаимосвязь суставных звеньев тела спортсмена и силы отталкивания, высоты прыжка? Мы советовались с кафедрой биомеханики, с ведущими специалистами, они нам посоветовали на данном этапе использовать гониометр, то есть механический гониометр, да, а также программа Киновея, которую мы еще пока не представили, с помощью которой мы можем в электронном варианте уже определить коленный сустав, тазобедренный сустав и голеностопный сустав, чтобы были все три сустава. Слышали ли вы о таком мобильном приложении, называется Dartfish? Оно позволяет определять биомеханические характеристики в режиме реального времени? Я уже как раз записал, поэтому обязательно посмотрю. Уже услышал. Спасибо, это рекомендация, да. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, еще вопросы, пожалуйста. Спасибо большое, Андрей Петрович. Очень хорошая презентация. Александр Николаевич, кстати, с автором, ну, мы вместе с ним сейчас выступаем, если что. Спасибо большое. Ну, вот самое-то интересное, да, что мы у нас просто есть тоже там высоковестерные спортсмены, сотрудники федерации, когда так делились в кулуарах результатами исследований, они говорят, так а что вы тут придумываете, что спортсмен сам не знает, что с какого угла профессиональный спортсмен, с какого угла он сделает наиболее эффективное движение. Как показывает наше исследование, ни один спортсмен не знает, потому что вот исследование показывает, что ни у одного из обследованных не было как раз взаимосвязи между тем углом, который он считает наиболее эффективным, и тем, который действительно является наиболее эффективным.